От неолита до октябрьской революции. Музей города Новосибирска получит новое здание. Экспозиции разместят в двухэтажном доме на набережной. Памятники истории регионального значения. Тему продолжит Анатолий Харитонов. По кленовым зарослям топор плачет. Закрывают первый этаж. В комнатах, чьи окна выходят на набережную, полумрак даже днем. Рубить и пилить деревья надо не только с западной, но и с восточной стороны, которая смотрит на улицу Большевистскую. Березы и тополь при сильном урагане рухнут на двухэтажку. Это памятник истории регионального значения. До революции в здании на Апской-4 находилась организация, управлявшая землями и другим имуществом российского императора. Здесь 110 лет назад власти подписали важное соглашение. Купцам разрешили приобретать и брать в аренду участки городской территории. В советское время тут был Народный суд Октябрьского района, позже Академия предпринимательства. Скоро старинную постройку займет филиал музея Новосибирска. Нам бы хотелось, чтобы люди ценили это здание, оно уникально своей архитектурой. Оно выделяется среди наших других архитектурных объектов. Вот такое сочетание красной кирпичной кладки и белой резьбы, это достаточно редкое, но и для нашего города в том числе. Поэтому нам бы хотелось, чтобы это здание стало вот такой вот особой изюминкой на набережной. Львиную долю средств на ремонт и реконструкцию пожертвовал один из крупных банков. Сегодня руководитель финансовой организации вручил директору музея Новосибирска сертификат на 2,5 миллиона рублей. Часть денег на реализацию проекта выделят из бюджета областного центра. В музее будет 5 залов. Представят артефакты эпохи Неолита, найденные в городе, быт первых жителей Новониколаевска, историю десяти деревень, поглощенных мегаполисом, копии исторических документов. Среди них – рескрипт Александра Третьего о возведении железнодорожного моста через реку Обь. По словам начальника управления по охране объектов культурного наследия региона, первозданный вид вернут еще одной дореволюционной постройке – конторе инженера Будагова на Большевистской, 7. Этот объект, на котором мы начинаем в этом году реставрационный, работа на условиях софинансирования областного и местного бюджетов. Поэтому я надеюсь, что к юбилею города не только здание по Обской-4, но и по контору. Это будет также приведено и в надлежащий вид с восстановлением исторического облика, с восстановлением утраченных элементов. В здании на Обской-4 появится балкон и оригинальная подсветка – 12 фонарей по периметру. Рядом установят будку городового. Ее изготовят из антивандальных материалов. Анатолий Харитонов, Константин Менин. Новости ОТС.